Привет, с вами Музей Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Hound. Данная модель была выпущена в серии трансформеров Age of Extinction 2014 год. Модель выполнена в Voyager классе. Это такой боевой автобот, который если честно больше похож на другого персонажа вселенной трансформера, но в фильме его назвали Hound и мы вынуждены воспринимать именно этот образ и эту модель с именно этим названием. Он мега вооружен, у него тут прям целый арсенал, многоствольный пулемет, клинок к сожалению уже без пина для коннекции, а так он бы здесь мог висеть, а то умался слишком мягкий пластик и он просто застрял в порту. Такое необычное оружие типа дробовик многоствольный. Пятиствольный на дробовик две штучки, далее на руках два бластера максимально похожих, их если что по-моему можно как-то присоединить к этому элементу и сделать вот такую штучку, здоровая штукенция. Возможно это как-то можно еще присоединить, но я не нашел. По идее на картинке было показано, что это тоже можно как-то вот сюда присоединить, но чисто физически его присоединение не нашел где. И еще в ногах у него два пистолета спрятаны. Мега вооруженный автобот. Стой, не выпадывай. Такие два пистолета. Так, что подвижность нам рассказывает? Голова у него вращается, здесь передняя маска лица сделана из силикона. Это с одной стороны вызывает какие-то странные ощущения, когда его берешь и трогаешь. Рука вращается, поднимается, сгибается, вот эту штучку в локте. Нет, все, максимум. И кисть по идее тоже может вращаться. Давайте попробуем. Вот же она вращаться, по идее тоже должна, но здесь вот эта с накидкой из силикона как будто патронный эти, патронтаж. Ногу вперед, ногу назад, что мешает? А вот назад. Назад, к сожалению, ногу не повернуть. Она упирается в этот элемент. Странно. Это реально странно. Мне чуть казалось, что он более подвижный. Но нет. Колено. Достаточно интересная модель. И в стороны. В стороны ноги можно раздвинуть. Хорошо. Но чем эта модель интересна? Тем, что это трансформер. И его процесс трансформации начинается, можно сказать, вот с этого. Отодвигаем эти два элемента. Далее нам надо соединить локоть и вот эту часть. Для этого мы поворачиваем и смыкаем. Обязательно убедитесь, что эти патроны находятся кверху. И эту часть пока сюда сдвинем. Открываем эту часть. Вот так вот. Открываем колеса и заводим внутрь. Она прячется. Затем нам надо. Давайте сразу обратно поставим бластеры. Поставили. Чтобы потом их не терять. Все. Соединили эти части повернули и соединили. Отгибаем. И заводим его вот сюда. Эту часть немножко сюда. Опускаем до конца этот элемент. Заводим этот элемент. Она должна вот так вот встать и создать ровную часть. Заводим вторую также. И смыкаем. Присоединяем ноги. Проще их разъединить. И вот наш военный грузовик. Во всей своей армийской красе. Так. Вот так. Миниатюрная модель он ездит. Далее. Все это оружие можно смонтировать к нему. Для этого трансформируем эту часть. Чтобы она. Здесь надо вот эту часть повернуть и соединить. Мы ее присоединяем вот сюда. Здесь есть специальные коннекторы. Такое вот. Такое боевое оснащение. Вот эту часть. Поставили. Далее. Мы соединяем. Эти. Можно сказать. Эффект труб. И ставим. Куда-то улетаешь. Сюда. Здесь у нас как-то поинтереснее получилось. Ну-ка. Да. Присоединил. Да. Я, к сожалению, из-за технической поломки нам уже не присоединить никуда клинок. Хотя можно, например, вот здесь поставить вот так вот. А, нет. Нельзя. Ладно, не будем издеваться над моделью. Такое боевое оснащение. Скорее всего, что-то подобное может быть использовано и в оригинальном броневике армейском. И это попытались воссоздать с помощью многофункционального оружия. Так. Спереди. Сбоку. С другого боку. Сзади. Сверху. И снизу. Вот такой вот интересный хаунд. Снимаем все его боевое оснащение. Все оружие. Выводим в сторону. Отцепляем ногу. Отцепляем ногу. Разъединяем руку и эту часть. Поднимаем сюда. Этот элемент заводим сюда. Выводим голову наружу. Она достаточно хорошо ставится. Фиксируем. Сводим. Выводим. Соединяем. Выводим. 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 Сюда. И ступни. И вот хаунд с трансформером. Давайте дадим ему здоровый пулемет в руки. Он достаточно неплохо выглядит. Ну вот это было бы интересно узнать можно ли как-то это присоединить. Потому что на картинках оно как-то было вот таким вот образом присоединено. Но можно ли это присоединить физически. Я почему-то сомневаюсь. Хотя вот здесь есть два каких-то выступа. Возможно их можно цеплять за что-то. Ну сходу не придумаю. Кто знает напишите в комментариях куда можно было бы присоединить эти элементы. Я думаю те у кого есть эта модель. Если не знали об этом то как минимум смогут попробовать сделать это в домашних условиях. А если знали то подтвердят скажут да все правильно написали все так и есть все так и можно. Ставим эти элементы сюда и вот наш автобот хаунд во всей своей интересной механике трансформации. На этом в принципе все. Подписывайтесь к нам на канал. Ставьте лайки. Приезжайте в музей. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok